Справедливый мир и пощечина от Пекина, что получил Шольц от визита в Китай. Канцлер Германии Олаф Шольц с 14 по 16 апреля посетил с официальным визитом Китай. Главу немецкого правительства сопровождали представители ведущих компаний ФРГ, для которых сотрудничество с Китаем жизненно необходимо. Но с какими бы тяготами в последние годы не сталкивалась немецкая экономика, что Шольца, судя по всему, больше заботит не торговля, а справедливый мир в Украине. Тот самый мир, достижение которого планируется обсудить на конференции в Швейцарии, куда Россию как сторону конфликта вопреки здравому смыслу не пригласили. Однако у Китая представление о мире и справедливости несколько иное, о чем немецкому канцлеру попытался растолковать Си Диньпин. Правда, усилия китайского лидера на Западе не оценили, назвав итоги визита Шольца пощечиной от Пекина. Шольц и его справедливый мир Еще накануне визита в Китай канцлер Германии Олаф Шольц дал интервью газете Tagest Zeitung. Канцлер заявил, что украинская тема будет важной частью его переговоров с Си Диньпином. Речь идет о том, чтобы Китай не поддерживал Россию, сказал Шольц. Вместе с тем он заявил, что Берлин продолжит оказывать военную поддержку Украине. Эта война не будет короткой. Нам еще долго придется поставлять Украине оружие и боеприпасы, сказал канцлер. Шольц также публиковал сообщение в соцсети X, пообещав обсудить с китайским лидером пути достижения справедливого мира в Украине. Встреча председателя КНР с немецким канцлером состоялась 16 апреля. Си Диньпин и Шольц провели углубленный обмен мнениями по украинскому кризису, сообщило китайское информагентство Синьхуа. По итогам встречи канцлер Германии заявил о договоренности с китайским лидером координировать усилия с целью проведения конференций по Украине в Швейцарии. Китай и ФРГ намерены активно и в положительном ключе координировать усилия по содействию в проведении конференций высокого уровня в Швейцарии и будущих международных мирных конференций, утверждает Шольц. Речь о конференции, которую Киев и его западные союзники планируют провести в середине июня. Российской стороне приглашение на встречу не присылали, что изначально ставит под вопрос целесообразность проведения подобного мероприятия. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, любые переговоры по украинскому вопросу без участия России совершенно бессмысленны. Кроме этого, Шольц сообщил, что во время переговоров просил Си Дзиньпина оказать давление на Россию, чтобы та отвела свои войска и остановила боевые действия. По словам канцлера, последствия украинского конфликта напрямую затрагивают интересы Европы. В среднесрочной перспективе эти последствия наносят ущерб всему международному порядку, отметил Шольц. Четыре принципа Си Дзиньпина. Китайский лидер во время переговоров с Шольцем сделал акцент на необходимости как можно скорее достичь мира в Украине. Как сообщает Синьхуа, председатель Китая подчеркнул, что в нынешней ситуации, чтобы не допустить движения по спирали эскалации и выхода конфликта из-под контроля, все стороны должны работать сообща. Для осуществления этой цели он предложил четыре принципа. Во-первых, мы должны отдавать приоритет поддержанию мира и стабильности и не стремиться к личным выгодам. Во-вторых, охладить ситуацию и не подливать масло в огонь. В-третьих, следует накапливать условия для восстановления мира и не обострять противоречия в дальнейшем. В-четвертых, необходимо уменьшить негативное влияние на мировую экономику и не подрывать стабильность глобальных производственных цепочек и цепочек поставок, предложил Си Дзиньпин. Он также заявил, что Китай не является стороной кризиса в Украине, но последовательно содействует мирным переговорам. По его словам, КНР поощряет и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса. Китайский лидер также прокомментировал идею с проведением международной мирной конференции по Украине. Он поддержал данную инициативу, но при условии, что она будет признана обеими сторонами конфликта – и России, и Украины, а также обеспечит равноправное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех планов мирного урегулирования. Здесь стоит отметить, что ранее Китай предложил собственный мирный план по урегулированию украинского конфликта. Пекин назвал переговоры единственным выходом из кризиса и призвал мировое сообщество создать условия для возобновления диалога, а также предоставить соответствующие площадки. Кроме этого, Пекин призвал страны не подливать масла в огонь, отказаться от менталитета холодной войны и избежать ядерного кризиса. На Западе китайский план не поддержали, расценив его как декларативный. Зеленский заявил, что предложенные Китаем тезисы являются не мирным планом, а набором размышлений. А советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк и вовсе не увидел логики в предложениях Китая. В то же время президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что многие из положений выдвинутого Китая мирного плана созвучны российским подходом и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Альтернативная формула и пощечина Пекина Участие Китая в предстоящем саммите в Швейцарии все еще под вопросом. Ранее западные СМИ писали, что Пекин может бойкотировать переговоры по Украине, если на них не будет присутствовать Россия. Как отмечает украинское издание «Страна», главная мировая интрига вокруг конфликта в Украине в ближайшие месяцы будет касаться Китая. Активизация на китайском направлении видна по графикам официальных визитов. На минувшей неделе в Пекин с официальным визитом прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров. 9 апреля состоялась его встреча с Си Цзиньпином. Следом Китай посетил Олаф Шольц. В начале мая Си Цзиньпин планирует визит в Париж, где встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном. В середине мая в Китай прилетит президент России. А в середине июня Украина намерена провести в Швейцарии саммит по формуле мира Владимира Зеленского. Киев и Запад очень хотят, чтобы на ней присутствовал Китай. Потому что без него эта конференция не выполнит свою главную роль, которую ей отводят Украина и Запад – продемонстрировать объединение ведущих мировых держав вокруг формулы мира Зеленского, пишет страна. В свою очередь, это является частью более общих усилий Запада, чтобы разорвать тесные связи Китая с Россией, которые позволяют Москве обходить западные санкции. Глобальная цель Украины и западных партнеров – побудить Пекин прекратить экономическую поддержку Москвы, что стало бы большим ударом ПРФ. Отметим, что в последнее время американцы ужесточили контроль за соблюдением санкций и расширили их перечень, пишет украинское издание. Однако, судя по тому, что в целом это не прервало торговлю Россией и Китая, у Пекина есть политическое решение продолжать взаимодействие с РФ, несмотря на санкции. Но давление Запада продолжается. Основным рычагом давления западных стран на Китай является фактор внешней торговли. США и ЕС – главные экспортные рынки для Китая, потерять которые было бы болезненно для Пекина. Однако зависимость – это обоюдное. Запад тоже зависит от поставок огромной номенклатуры китайских товаров, которые он либо вообще не может заменить, либо может, но более дорогими аналогами, что разгонит инфляцию. Кроме того, полноценная экономическая война Запада с Китаем повлечет бегство Пекина от доллара и евро, что резко усугубит проблемы и этих валют, и держащиеся на них мировой финансовой системы. Поэтому принудить Китай отказаться от связей с Россией будет очень непросто, если вообще возможно. В то же время Китай и Россия могут реализовать свой план, который с украинским и западным не совпадает. Так они могут объединиться вокруг собственной формулы мира, сделав ее альтернативой формуле Зеленского, и это открывает перспективу для целого спектра дальнейших действий. Прежде всего Китай может поставить два условия своего участия в мирной конференции. Во-первых, в ней примет участие и Россия. Во-вторых, на ней помимо формулы мира Зеленского должен быть рассмотрен и китайский мирный план, который к тому времени для усиления позиций может быть преобразован в более широкий план глобального юга с привлечением к нему Индии, Бразилии, Индонезии, ЮАР и других стран, пишет страна. Затем возможны три варианта развития событий. Первый – Украина и Запад отказываются от предложения Китая и проводят свою конференцию без Пекина и других несогласных стран, чем нивелируют ее значение как демонстрация единства международной позиции. При этом параллельно Китай может провести с Россией свою конференцию, на которую утвердит свой мирный план. Второй – Украина и Запад соглашаются на предложение Китая, проводят конференцию с участием России и рассматривают две формулы мира. Но в таком случае для Киева возникает риск, что большинство участников из-за количественного преобладания на мероприятии стран глобального юга проголосуют за китайскую формулу, потому что она выглядит более простой и быстрой для осуществления – немедленное прекращение огня по линии фронта. Естественно, это не будет носить никакого обязательного характера для Киева, но ослабит международную позицию Украины, а также усилит позиции тех сил на Западе, которые выступают за скорейшее прекращение огня. Третий – еще до конференции – Украина, Запад, Китай, ведущие страны глобального юга и Россия приходят к общему решению выработать компромиссный план окончания конфликта. План утверждается на международной конференции, подписывается обеими сторонами и вступает в силу. В этой связи страна отмечает, что по большому счету все три варианта устраивают Россию. Вопрос в том, что на Западе это тоже понимают, а значит постараются приложить максимум усилий, чтобы Пекин принял участие в конференции по формуле мира Зеленского и отказался от выдвижения альтернативного мирного плана. Однако пока на Западе преобладают пессимистические настроения. Канцлер Германии Олаф Шольц во вторник получил пощечину от китайского лидера Си Диньпина из-за перехода Европы к торговому протекционизму и отсутствия новых обязательств по Украине, сделала вывод издание «Политика». Канцлер хочет, чтобы Си Диньпин заставил Россию остановить боевые действия в Украине. В то же время китайский лидер желает, чтобы Запад перестал бороужать Украину. В делегации Шольца присутствовали немецкие бизнесмены, которые надеются сохранить возможности сотрудничества с Китаем. Однако немецкий канцлер сосредоточил свое внимание не на торговле, а на Украине, отмечает политика. В то же время Си Диньпин так и не дал Шольцу каких-либо обязательств касательно Украины. Вместо этого он призвал к равному участию всех сторон в обсуждении мирного урегулирования. Это был очевидный намек на то, что Европе следует пригласить Россию за стол переговоров, а не подливать масло в огонь, накачивая оружием Украину.